Группа общественного контроля пытается вывести ТГК-14 на чистую и горячую воду. Еще на гражданском форуме прозвучал вопрос о том, кто контролирует показатели самих котельных и ТЭЦ, кроме монополиста. На сегодня ТГК-14 оказывает услуги теплоснабжения в одном лице. Возникает вопрос, что все-таки выработка тепловой энергии на источниках теплоты, она никоим образом не контролируется. И поэтому имеют место быть приписки количества тепловой энергии, на которые потом накручиваются все затраты для ее производства. Горожане, которые пытаются бороться с системой, и вовсе уверены, что услуга, которую они оплачивают, не выдерживает никакой критики. ТГК-14 поставляет, ТГК-14 само себя проверяет, ТГК-14 делает выводы, сколько она тратит тепловой энергии. Мы считаем, что это заведомо идет услуга ненадлежащего качества. Группа общественного контроля уже несколько дней проводит инспекцию на котельных и теплосетях города с целью найти изъяны встроенной работе тепломонополиста. Нас интересует вопрос месячной выработки. Данные вы получили с теплощетчиков установленных, да? Дальше что происходит с этими данными? Передача данных идет в центральный диспетчерский пункт, далее все данные обрабатываются, делается анализ и разрабатываются в библиоте по улучшению теплоснабжения. И архивируется у вас? Да, в электронной виде и на бумажном месте. А теплоэнергосбыт тогда что делает? На каких данных работает, вы мне скажите? Как к ним данные поступают? А теплоэнергосбытно слушают данные от нас? Нет, ну вы же им не передаете. Почему? Ну я же спросил. У нас же одна организация, это КК-14. Сами тепловики признают, что данными своими они ни с кем не делятся. Потребителю доступны только ежемесячные счета за тепло. Особо страдают те, кто платит по нормативу, а не по счетчику. И таких большинство. И еще один любопытный факт. Котельные, когда мы провели анализ их себестоимости, они оказались очень затратными. Самым дорогостоящим теплом от малых котельных обогревается в основном бюджетное учреждение. Это тепло доплачивается за счет горожан. Сегодня 33 котельных, которые обслуживают ОЭК. Есть котельные, которые работают на газе. Это 16-я школа, 50-я школа. Есть котельные, которые работают как вот это на угле. И есть котельные, которые работают на электричестве. На мазуте у нас работают две котельных. Разное топливо, разная цена. Но, по словам тепловиков, спасает единый тариф. Специалисты поймут, а население, оно как бы... Как-то в двух словах сказать. Им, в принципе, нужно только тепло. Средняя температура в палате, да? Да. Такой подход более чем устраивает тепловиков. Нет нужды в острой экономии и энергоэффективности. Нужно надеяться на лучшее. Это естественно, все это имущество города. ТГК является ориентатором имущества. То есть эксплуатирующей организации. Естественно, финансовые вложения должны быть и республики, и города. ТГК готова лишь собирать деньги и выплачивать многомиллионные премии своему руководству.